Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим один инструмент, который дает достаточно полную картину того, как жители Facebook реагируют на ваши ссылки. Инструмент этот называется CrowdTangle.com. CrowdTangle — это платформа для, давайте сейчас переведем, для отслеживания того, что происходит в социальных сетях. Она включает в себя три продукта, собственно саму платформу, расширение в хром и поиск видео. Самым крутым из которых является платформа, но с ней вышла незадача. При попытке авторизоваться, а я заранее связал свой Facebook с CrowdTangle, потом покажу как это делается, сайт выдает вот такой плачущий смайлик, типа ваш аккаунт Facebook не имеет здесь панелей. Что это и почему я не понял. И даже перечитав кучу англоязычных сайтов, я не понял как происходит регистрация в системе. Но насколько я понял, CrowdTangle хотя и бесплатная платформа, но далеко не открытая. И здесь нужно как-то зарегистрироваться как новостной ресурс. Но как — непонятно. Вообще это должно быть написано крупными буквами на морде сайта, но не написано. А может это просто какой-то глюк и у них сайт обвалился. В общем, что это я выясню потом, тем более, что за один скринкаст я все равно не охватил бы все три продукта. И поэтому сегодня мы поговорим о двух других фичах, а именно о расширении в хром и поиске видео. Начнем с расширения. Собственно, это некий начальный уровень, хотя и он бывает крайне репрезентативен. Вот так, кстати, вы связываете свой аккаунт Facebook с CrowdTangle. Приложение показывает сколько интеракций, ну взаимодействие с данным URL было в социальных сетях. CrowdTangle работает с Facebook, Instagram, Twitter и Reddit. Но Facebook, естественно, отдается предпочтение, так как Цукерберг купил CrowdTangle в конце шестнадцатого года. Сейчас перейдем на сайт Теплицы. Вот статья про поиски дизайнера. Переходим в приложение и... и непонятно. Возможно, пост слишком свежий и база еще не успела обновиться. Верхняя панель должна показывать статистику по Facebook, а нижняя по всему. Тут причем видно, что был пост на Теплице, 4 репоста, лайки, а в верхней панели почему-то все по нулям. Сейчас возьмем статью постарше. Вот. Тут уже больше похоже на правду. Общее количество интеракций на Facebook – тридцать один. Складывается из двадцати трех лайков и восьми репостов. А сейчас мы перейдем на мой проект на планете. Кстати, в предыдущем скринкасте я рассказываю, как запустить собственный проект на планете. Ссылка в описании. И у него вон сколько интеракций на Facebook. Это уже информация к размышлению. Если пройти по другим подобным проектам на планете, а я прошел, окажется, что они уступают по вовлеченности Facebook просто в разы. И при этом часто не уступают по собранным средствам. В основном превосходят. Какие можно сделать выводы? Ну, вероятно, Facebook не лучшее средство для привлечения спонсоров на планете. Иначе привлеченные средства были бы соразмерны с количеством репостов и лайков. А это явно не так. И значит, нужно искать какие-то другие ходы, но об этом я подумаю позже. А пока перейдем к поиску видео. Это, собственно, довесок. Его нельзя назвать полноценной поисковой системой по видео на Facebook. Но у него есть одна дополнительная важная черта. А именно сортировка видео по интеракциям, взаимодействиям. То есть вы не просто ищите видео, а отслеживаете именно тренды. Так что платформа эта весьма специфическая и пока не очень популярная в России. Судя по информации в сети, а ее на русском просто нет. Но плагин для хром, на мой взгляд, вещь не только полезная, но и простая. Так что советуем пользоваться. А с платформой разберусь позже и, возможно, сделаю еще один скринкаст. А поэтому подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.